ё-моё это что новинки профи power я тут проезжал мимо совершенно случайно и увидел новинки от профи power и вот подумал а почему нам не снять на него обзор и так случилось что они стояли на столе а я проезжал мимо звезды совпали привет это был самый нелепый старт ролика но тем не менее что ментами вот такая вот у нас появилась обновленная линейка от инструмента профи power компания частенько выставляется на выставках на митекса было и всегда очень веселый представитель компании не первый день на выставке уже всех встречать всегда эмоционально разгар разъяснял про со стороны но мы решили давайте как протестировать тут интересно еще новинка вот такая вот аккумуляторный паяльник ну конечно поискать в интернете на эти обзоры вы можете в принципе это не проблема они есть но нам хотелось самим попробовать посмотреть что это такое это вот обновленная линейка судя по всему вот это вот линейка старая она так вот голубого цвета под макиту сделано обновлено найдет серого цвета помните обзор на аккумуляторную пилу такую вот у нас был на канале мы с юрчиком писали мы там все-таки спарили движок и самое забавное юрий себе ее оставил каким-то образом починил двигатель короче он не пользуется пользуется дома в гараже что мы видим на этой обновленной линейке это вот эта надпись гарантия 5 лет и ты такой вау бюджетный сегмент петли гарантия ну все вы попали и тут такая надпись снизу на бесчуточный двигатель начнем с массового сегмента массовый сегмент это наверно шуруповерты на входе нас встречает вот такой вот не очень плотно прилегающий чемодан наверное я требую много от этого инструмента потому что он мега бюджетный сегмент но с чемодан то сам по себе неплохой вот вроде не разваливается да его грубо говоря кидаем да хочется чтобы он рассыпался ладно окей не ломается гибкий здесь что нравится мне да он в этой вот пенки сделан что она не даст нашим маневрам испортить жизнь это бита с этим позолоченным магнитом хотя он кстати не очень плохого качества на вид визуально на вид неплохо о нормальная банка вас встречает вернее зарядка именно стационарная да на выходе 1 ампер но не 2 ампер на но 1 ампер на зарядка так мы и пока поставим заряжаться вот так она заряжается красным горит наверно когда зарядиться появится зеленый светод штырьковая система аккумуляторов я наверно не раз уже говорил она интересна тем что она компактная то есть она компактная компания мелоки компания bosch делает на три банки соответственно здесь вот это вот поменьше выглядит покомпактнее и если вы развиваете себе линейку компактного инструмента вам наверное интересно все таки чтобы это было дело все очень очень мобильная я например вот могу сказать вот это вот 12 вольтовая сравнивая вот с такой штукой здесь она у меня получается в руке более-менее лежит эта штука в моей руке более-менее только сверху снизу очень неудобно потому что расширение большое идет в данном случае этот шурупет в приоритете за счет того что у него смотрите внимательно у него идет бесщеточный двигатель он более компактный что мне нравится здесь вот это вот металлическое кольцо вот здесь одна патроне и она вращается то есть когда вы работать с мелкими деталями у вас уперлась прокручивается заготовку не повреждаете 1 муфтовый патрон с защелкой трещоткой кстати здесь вот что у нас патрон какой 1 муфта но без трещотки за же зажима хотя вот здесь вот достаточно мелкий переключатель наверху но он мне удобен он четкий переключается он внятно классно это называется положение edge и положение l или соответственно low edge high высокой скорости я думаю что в паре вполне недурно было бы на к этому аппарату взять вот такой вот винтовек крутящий момент у него будет здоров 3 режима скорости 3 2 1 3 2 1 странно почему наоборот то есть 3 это низкий 2 средний один высокий есть регулировка сила нажатия давайте посмотрим насколько будет низкий оборот он выдавать нажимаю плавно он запускается резко то есть не плавно а ну давайте для интереса возьмем вот этот щеточный вы видите здесь это так работает давай на l поставим все равно одесса на знаком скользко на 2 это на 2 стоит на 1 да здесь очень плавно 1570 оборотов а заявленного 1450 я первый раз вижу китайский инструмент в котором заявлено меньше чем по факту очень быстро давай попробуем смотри что здесь 2700 2 800 2800 оборотов да действительно скорее всего здесь идет через редуктор погашения до 1400 здесь идет 2800 хотя заявлено 3000 здесь немножко меньше указанный крутящий момент 160 ньютонов на метр здесь ничего не указано давай попробуем просто 40 ньютонов на метр 40 ньютонов на метр указано вру кстати интересно на нашем крауне сколько указано у нас такой есть бесщеточник краун но он 18 вольтовый кстати такой неплохой шурик мы реально сейчас свалились шуруповерт ну окей пусть будут шуруповерты и гайковерты новинки основное потом посмотрим мы конечно понимаем что это не работа данных шуруповертов компактным до 50 к 70 к сотка но можно с дуру хрен сломать поэтому мы возьмем вот такой вот конструкционный саморез на 200 250 диаметром по моему 5 миллиметров попробуем загнать данным шуруповертом и попробуем потом загнать еще вот такие вот инструментом и заодно сравним с 20-ти вольтовой линейкой до половины закручивает крауну краун стоит значительно дороже сразу скажу раза в три дороже краун даже не запнулся давайте посмотрим как справиться с этим делом винтоверт дальше не вижу смысла примерно как и шуруповерт на самом деле справился чуть-чуть побыстрее помощнее один большой плюс не дает никакую нагрузку тебе на руку то есть если заворачиваете сотки большим объем то есть мы собрать винтоверт если заворачиваете где-то сороковки-пятьдесятки избрать смысл обычный шуруповерт по большому объему руки конечно будут уставать кстати вот поэтому шуруповерту было бы интересно здесь заявлено 160 ньютонов на метр крутящий момента в макете 160 заявлено здесь 200 да то есть конечно он помощнее заявлено но насколько он будет мощнее давай для интереса очень на изи играю очень легко по моему круче всех здесь 200 ньютонов на метр есть до 160 по идее должно было быть как-то на четверть мощнее да но по факту он мощнее раза в два с половиной точно если не больше ну в два раза дольше больше загнал сложнее нагрузка два с половиной скорость причем это его не весь потенциал и так понимаю что может более толстый саморез спокойно загнать есть еще вот такая моделька у макета на 140 ньютонов на метр она заявлена слабее 140 ньютон на метр этот 160 ньютонов на это написано что 140 ньютонов на метр крутящие момента и это 160 это не заворачивать до конца а это заворачивает саморез у нас пятидесятка попробуем узнать сколько саморезов у нас получится закрутить значение муфта от 1 до дескать докуда получится для сравнения допустим опять же сразу скажу это другая весовая категория на шестом экран сказал нахер я еще раз повторю crown это инструмент когда стоит три раза дороже давай уже посмотрим сколько он стоит и сколько стоит этот какой крутящий момент у него смотрел на цены специально уточнил эта штука стоит 14 тысяч рублей эта штука стоит 4 900 он четыре с половиной тысячи в три раза дешевле у данного шуруповерта 55 ньютонов на метр у этого шуруповерта заявлено 40 ньютонов на метр но 40 мы засверлили до половины этот 55 досверлил саморез до конца мне кажется что просто каждый шуруповер стоит своих денег и все абсолютно абсолютно соответствие стоимости и возможности не надо смотреть наверное на какие-то цифры заявленные производителям лучше надо смотреть на стоимость опять же и такое бывает что говно по высокой цене продают тоже не гарант получается а классно кстати режим это режим можно отключить кстати откручиваешь саморез сейчас я отключил курится до посинения если его включают режим вот он включен при откручивании все меня так и нажаток клавиши он автоматически отключает вращение очень удобная функция крепеж у вас не вылетает я такой шуруповерт и винтоверт видел на стенде у компании или тех они тоже его показывали просто он был в другом немножко цветовой гамме на мозг это не просто на одном заводе заказывать а там кто как попросит заказать характеристики написать так они наверное будут но в целом то шуруповерт на самом деле неплохой то что он компактный очень удобно то что у него неплохая в принципе для этого габарита мощность это тоже факт есть он сотку заворачивает спокойно саморез давайте проверим на самом деле в легкую играючи вот это вот стихия этого шуруповерта это сотка саморезы 70-ка 60-ка до 30 миллиметров самореза на нем наверно не будет удобно крутить потому что у него скорее всего не такая вот чувствительная вот эта вот штука обычно это дождут до 19 до 16 миллиметров такие мелкие и можно приноровиться этой штукой сотку саморезом давай тоже попробуем закрутить потому что скорее всего будет наверно по скорости такая же история если честно я последнее время на раньше радовался вот этим вот винтовертом потом что-то стал охлаждением охладился у меня пыл к ним из-за того что они издуют достаточно неприятный шум и если вы работаете весь день у вас просто башка вот так вот к вечеру если вы без наушников будет просто трещать они удобны и практичны в том случае когда вы не хотите или или водяем делать делайте работу под углом где-то да не можете хорошо контролировать инструмент и неудобно чтобы руку выворачивал да это вот инструмент удобно да вы меньше испытываете нагрузку на запястье но в остальных всех случаях шуруповерта будет более практично потому что он сделает эту работу во-первых быстрее во-вторых тише до нагрузку на запястье вы будете ощущать но если саморез 60 70 к не сильно если самолет где около сотки или выше то да можно попробовать рассмотреть вариант такого из из шуруповерта это достаточно бюджетная версия шуруповерта в целом как бы она честная единственно что косяк что любят вот они все в своей ньютоны на метр нарисовать обороты кстати здесь самое интересное оборота здесь практически соответствует то есть даже шуруповерт он немножко по оборотам больше обороты по винтоверту немножко не соответствует ньютон на метр они свои на какие-то китайские измерять потому что по мощности опять же ньютоны на метр это не гарант того что скорость работы выполнения работы будет выше если такой фактор как скорость вращения какая-то угловая скорость ну тут очень много факторов но факт тот что по тем заявленным характеристикам что они есть они отстают от тех характеристик которые заявлены профессиональными инструментами да он стоит 5000 рублей соответственно он показывает на 5000 рублей ну что таких вот шуруповертов сейчас я думаю на рынке появится много и на мой взгляд это толстая рукоять это неудобство я считаю что это непрактично неудобно у кого-то может быть другое мнение по этому поводу в этом плане конечно тонкие рукояти вот такие вот если вы хотите мощным берите уже вот такой вот сапожочком да это компактно мощно ну в данном случае дорого да можете взять что-нибудь просто другое есть такой же кстати профи пар на минуточку сейчас артём ставит что график шурупов по такой есть вариант с тонкой рукоятью на 18 вот кстати наверное было бы правильнее их между собой сравнить но у нас и к сожалению нет есть только вот эти вот вот что было в студии сегодня я вам сравнил потому что у меня был щеточник я просто он этот щеточник он проигрывает сто процентов проверю даже на второй скорость если поставим он мне кажется не завернет его до слабоват хотя он показывает не полный заряд аккумулятора два деления но тем не менее на двух делений должен саморез сотку на первой скорости он закручивает данный инструмент сотку закручивает в два раза быстрее вот этот инструмент чем мне нравится своей мягкостью плавности на низких скоростях вот на первой скорости он больше подходит для работы с саморезами там до 20 миллиметров то есть получается на каждой на каждую задачи до получается свой инструмент этот подходит больше не смотри до 20 миллиметров эти хорошо себя покажет в диапазоне это 50 миллиметров тире 100 этот покажите диапазоне наверно в любом но это кроме как в ценовом диапазоне он себя покажет плохо кстати вот без щеточный двигатель чем плохи они так вот медленный старт не дают как щеточные все равно он будет дал немножко медленнее вращается но в любом случае есть инструменты без щеточные которые более аккуратно это делать ну что спасибо большое что посмотрели про новый шуруповерт и винтоверт я забыл два слова сказать что подсветка здесь тоже присутствует немножко на разное здесь вот такая вот рассеивающие линзы здесь рассеивающие линзы нету да они компактные да они снизу не компактные да они мощные да они на заявлены что очень мощные нравится они вам не нравится решать вам это уже будет выбор ваш стоят кстати тоже прикольная тема